Развитие агроэкотуризма – одно из знаковых направлений в нашей стране. Подсчитано, что во всей Березькой области данным видом деятельности занимаются порядка 313 субъектов. С 1 января 2023 года вступил в силу указ номер 351 о развитии агроэкотуризма. Он установил ряд ограничений и требований, в том числе создание благоприятных условий для развития этого направления, улучшение условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях, совершенствование сельской инфраструктуры. Изменения в роботе субъектов агроэкотуризма коснутся и в сфере налогообложения. Начиная с 1 июля текущего года, плательщиками сбора будут являться те физические лица, в отношении которых будет принято решение районного исполнительного комитета об осуществлении данной деятельности в услуг в агроэкотуризме, и которые будут переведены на уплату данного сбора по решению указанного органа. А те физические лица, которые не получат данное разрешение, они будут обязаны перейти на уплату налога на профдоход. Усадьба Семисосна расположена на территории Муховецкого района. Сделать агроэкотуризм семейным делом было коллегиальным решением. Обустроили жилую рекреационные зоны. Недавно специальная комиссия подтвердила их статус, а потому они останутся работать в деятельности непосредственно агроэкотуризма. В основном мы встречаем гостей из Беларуси, конечно. Иногда бывают гости из России, но летом, конечно, более популярно, потому что всем хочется свежего воздуха, отдохнуть, погулять, услышать пение птиц. Ну, больше, конечно же, летом. Те физические лица, кто по решению комиссии останется в своем нынешнем статусе, будут обязаны уплачивать сбор до первого часа следующего месяца в размере 37 рублей. В ином случае они становятся плательщиками налога на профессиональный доход. Тогда сумма налога составит 10% от выручки. При выборе такой системы налогообложения плательщику необходимо скачать специализированное приложение. В этой связи такие физические лица, согласно нормам налогового кодекса, обязаны установить на свой смартфон или компьютер приложение, которое называется «Налог на профессиональный доход», и проинформировать налоговые органы через данное приложение о применении налога на профдоход. Дополнительно также информируем, что на сайте Министерства по налогам и сборам «Налог.gov.by» размещен сервис плательщики налога на профдоход, который предназначен для проверки нахождения плательщика в реестре плательщика налога на профдоход. Для физлиц, впервые зарегистрировавшийся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, предусмотрен вычет в размере 2000 рублей. До этой суммы он начисляться не будет. Налог на профдоход включает в себя обязательные страховые взносы ФСЗН на пенсионное страхование.